Мэр Магадана Юрий Гришан проверил работу кнопок тревожной сигнализации. Накануне в Казани произошла стрельба в школе. Преступник ворвался в учреждение и убил 8 человек. В связи с трагическим событием глава муниципалитета совместно с сотрудниками Росгвардии и департамента образования посетили школу и детский сад, чтобы проверить, насколько детям безопасно в учреждениях. «Это трагедия для всей страны. И когда происходит какая-то трагедия, мы хотим посмотреть, все ли у нас здесь сделано для того, чтобы такого не произошло. И что поразило меня в этой трагедии, что этот убийца проник все-таки в учебные заведения. И поэтому я решил посмотреть, что у нас все-таки в городе. Мы очень много поделяем средств на то, чтобы сделать антитюристическую защищенность объектов. Везде установлены кнопки тревожной сигнализации. Раньше это был учеб. Сейчас мы ушли на Росгвардию. Вот вы видели, мы сработку проверяли в течение пяти минут. Росгвардия прибыла на место сработки тревожной сигнализации». Пока дети в учреждении, здание находится под защитой вне ведомственной охраны. По словам специалистов, реагирует наряд после нажатия кнопки быстро – 5-10 минут, в зависимости от того, где находится объект. После прибытия эксперты выясняют причину, по которой сработала сигнализация. Такую кнопку установили в 24 учебных учреждениях города. «Руководством города принимаются меры под принятие под охрану. У нас 47 объектов в школе, которые необходимо принять до настоящего времени. Принято у нас 24 объекта. Работа в данном направлении продолжается. И в соответствии с распоряжением правительства и решением антитюристической комиссии до конца года все школы будут оборудованы кнопками тревожной сигнализации». Защищают детей по-разному. В учреждениях, где еще не установили тревожную сигнализацию, действуют кнопки частной охраны компании. Также в организациях установлена система видеонаблюдения. Кроме того, с детьми проводят беседы. «Более 50 миллионов рублей выделили Магадану по программе «Столица» и по национальному проекту «Жилье и городская среда». По словам главы областного центра, эти средства пойдут на ремонт сквера 60-летия Магадана. Путем голосования среди населения было отмечено, что магаданцы хотят видеть его и школьным сквером имени Веры Гоголевой. «Подрядчик начал работать очень активно. Практически демонтажные работы закончены. Завезены на производственную базу основные материалы. Срок сдачи объекта до 1 ноября. Но, как сейчас доложили, хотят сдачу до конца августа». В таком случае магаданцы смогут воспользоваться сквером и в летнее время. Здесь есть место для музыкальных выступлений, отметил глава областного центра. Этот сквер будет использоваться для открытых выступлений музыкального и драматического театра. Началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году 95 миллионов рублей на реализацию этого проекта выделило правительство Магаданской области. Всего столица Колымы должна освоить 190 миллионов рублей, чтобы реализовать программу БКД. «Здесь наш подрядчик «Восток Капитал» продолжает работу, которую в прошлом году начал. Тротуар он сделал в прошлом году. Проезжую часть и тротуар, который слева, будет выполняться в этом году. Кроме того, мы в этом году ремонтируем полностью участок от улицы, от переулка Мрачканского до улицы Гагариной, тоже по Якутской. И таким образом у нас останется только один участок, который на следующий год будем делать. Это от улицы Гагарина до улицы Корномаркса». Ремонтные работы дорог продолжатся по улицам Майской и Приморской, где находится парк «Маяк». Все эти объекты в этом году должны сделать, отметил глава областного центра. Стать меценатом года возможно. В мэрии областного центра продолжается прием заявок на участие в конкурсе. Цель акции – активизировать и развить благотворительную деятельность организаций. Принять участие могут Юр и физлица, которые в течение 2020 года оказывали благотворительную помощь некоммерческим организациям. Реализовывали общественно значимые проекты и программы. Заявку можно подать до 24 мая в Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана. С 1 мая в Магаданской области пожилые калмчане, которые вакцинировались от коронавируса, смогут получить денежную выплату. Условия таковы. Гражданин старше 60 лет, который привился против COVID-19 до 1 июля. Тем, кто вакцинировался до 1 мая, нужно подать заявление на выплату через социальный центр по месту жительства. А тем, кто прививается с 1 мая до 1 июля, заявку можно оставить в пункте вакцинации. Средства поступят в течение 10 рабочих дней на карту или счет, который калмчанин укажет в заявлении. Размер выплаты – 1000 рублей. В канун Великой Победы к монументу «Узел памяти» возложили цветы. В церемонии приняли участие первые лица Магадана и Колымы, а также курсанты центра «Подвиг» и силовики. Узел памяти – мемориал, посвященный героям фронта и тыла. Монумент представляет собой фигуру женщины с ребенком, которая олицетворяет родину-мать. Около нее – солдат-защитник, геолог-первооткрыватель и узник ГУЛАГа. «Это скульптура, которая символизирует подвиг солдата в бою и подвиг тружеников тыла, которые делали все для того, чтобы выковать эту тяжелую победу. На наших плакетках выбиты имена магаданцев, которые ушли на фронт из магаданского военкомата. Многие из них вернулись героями Советского Союза, многие остались на полях сражений. Мы будем вечно хранить память тех, кто жил и работал с нами вместе, те, кто похоронен на магаданской земле». Продолжили череду праздничных мероприятий в Муниципальном центре культуры. Там для зрителей провели концерт «Мы помним, мы гордимся». В холле гостей встретил оркестр духовой и эстрадной музыки, который исполнил военные композиции. К собравшимся обратился губернатор Колымы. «В этот день мы чествуем ветеранов, мы вспоминаем о боли утра, о той цене, грандиозной цене, страшной цене, которую заплатила наша страна, наш народ за эту победу. Но это и день славы. Это день торжества и справедливости, торжества героизма, воли нашего народа, нашей страны». В концерте приняли участие творческие коллективы города и области, представили вокальные и танцевальные номера. Прозвучали композиции «Катюша», «Журавли» и «День Победы». 9 мая в Магадане провели легкоатлетическую эстафету, которую посвятили Дню Победы. Такие состязания проходят во многих городах России. В областном центре Колымы ее проводят с 1954 года ежегодно. Единственным исключением стал 2020-й из-за непростой эпид-обстановки. Такая эстафета поднимает настроение в праздничный день, отмечают организаторы. В этом году за победу боролись 16 команд, в каждой по 12 человек. «В этом году мы помимо общеобразовательных учреждений, как обычных техникумов, высших учебных заведений, также еще дали возможность посоревноваться ребятам из спортивных школ. Этого не было никогда. И в этот раз, вот сейчас только что они финишировали пять спортивных школ, соревновались из разных видов спорта. Ребята и футболисты, и девочки-гимнастки были в командах. Северное многоборье, плавание, дзюдо. И вот первая, первая, пришла к финишу, первая спортивная школа». «Само собой, все были настроены на победу. И по большей части я бежал. И для меня просто было дело принципа выиграть, как и для каждого из нас. Ну, сразу поздравили, сказали, что я молодец. Сразу, ну, как-то обрадовались, короче». Редактор субтитров А.Семкин